Здание психоневрологического диспансера в Новом Уренгое, построенное почти 30 лет назад, всё это время поддерживали лишь текущими ремонтами. А в пандемию стационар в спешном порядке перепрофилировали под ковидный госпиталь. Капремонт здания, начиная с 2020 года, делали поэтапно. Отремонтировали кровлю, навели порядок в лаборатории, а в нынешнем строительном сезоне поменяли инженерию и внутреннее убранство стационара. Появилась комната психологической разгрузки, что немаловажно для персонала и для наших маленьких пациентов. Появилось полноценно работающее детско-психиатрическое отделение с кабинетом логопеда, с детской игровой комнатой, отдельное помещение для свидания с родственниками пациентов. После ремонта в Новоуренгойском диспансере откроется и первое на Ямале психотерапевтическое отделение на 15 койко-место. Рабочие уже собирают мебель. На пике ремонта на объекте трудились электрики, сантехники, плиточники, маляра. Вентиляционщики приступили к своим задачам лишь после того, как подыскали достойную замену импортному оборудованию, поясняет специалист технадзора Илья Минулин. Оборудование подбиралось по параметрам и критериям, которые предъявлял нам проект. И, безусловно, мы, как специалисты технического надзора, отслеживали все параметры и согласовывали, в том числе, с проектным институтом. В здании появился и лифт. Также заработает система контроля доступа в помещения. Не санкционировано проникнуть в стационар или незаметно покинуть его не получится. Все помещения будут контролироваться по пластиковым картам, по считывателям. Все окна, двери, все будут на электромагнитных замках закрыты. На всех помещениях склады медикаментов, подсобные помещения, двери в отделение. Переезд персонала и пациентов запланирован на середину ноября. Стационар рассчитан на 106 коек. В нем разместятся 4 отделения. Психотерапевтическая, общепсихиатрическая, детская и наркологическая. А в следующем году начнутся фасадные работы и благоустройство территории. Светлана Лач, Павел Смароуз, Наталья Колесникова. Время Ямала. Новый Уренгой.